Продолжение следует... ...как осуществляется проектирование, что является наиболее важными моментами. После этого я расскажу об армировании и какие проблемы были выявлены. И после этого постараюсь подвести итоги. Ну что же, заморозка это достаточно старый способ в 1883 году. В 1883 году Херман Бетч разработал этот метод. И прежде всего он использовался именно в горной отрасли для того, чтобы сделать возможным глубокие шахтные стволы в нестабильных почвах. Таким образом, почва вокруг ствола замораживалась. И после этого этот способ совершенствовал. Совершенствовались машины, совершенствовались методы бурения, методы измерения. И на данный момент реализовано очень много проектов такого рода, которые подтверждают эффективность этого метода. Что касается принципа заморозки, то этот принцип базируется на том, что из грунта отводится тепло. Таким образом, сначала устанавливаются вертикальные трубы, а после этого внутренняя труба вводится в футлярную трубу. И после этого подключаются прямая и обратка, подача и обратка. И эти трубы наполняются теплоносителем. Здесь вы видите на этом слайде. Синим цветом обозначена подача. Ну, а в красном цветом обозначена обратка. Она тоже по-прежнему достаточно холодная, но, тем не менее, она все равно теплее. Все это подключается к холодильной остановке. По сути, это действительно большой холодильник, который, собственно, выполняет роль холодильника. Есть разные теплоносители. Например, используется жидкий азот. И в отдельных случаях именно жидкий азот подается в трубу подачи. И, соответственно, там жидкий азот принимает газообразную форму. И температура при этом минус 196 градусов. Соответственно, теплоносители подаются. И после этого вокруг этой трубы образуется холодная зона. При этом существует различная форма этой заморозки. Но об этом мы поговорим немного попозже. Что касается температур, то на подаче это минус 38, а обратка, соответственно, несколько выше. Ну, а в итоге у нас получается температура где-то минус 10, минус 20 градусов Цельсия. Как используется этот метод? Этот метод используется для укрепления глубоких шахт. Он может использоваться для водных горизонтов. Но только поскольку-поскольку, потому что это скорее способ оградить от воздействия воды. Чаще используется в зонах, где грунт достаточно неплотный. И нужно это для того, чтобы укрепить грунт и для того, чтобы сделать возможную работу. Кроме того, речь идет о нестабильных глинах, когда необходимо укрепить глинный пласт. В общем-то, уже предпринимались попытки в вот этих нестабильных грунтах использовать инъекционный метод. Вот, допустим, в Туркменистане, в России тоже есть примеры того, но это были неудачные примеры. Собственно, 60 и 90 метров – это все, что удалось пройти. После этого использовалась, опять же, классическая заморозка. Что касается теплоносителя, что касается заморозки грунта. В итоге у нас получается эндогрунтовый цилиндр, который, собственно, является неким изолятором, который не допускает воду в зону работы. Здесь, вот здесь вы видите, с левой стороны, как раз на этом рисунке, необходимая толщина этого эндогрунтового цилиндра. Постепенно он увеличивается в ходе выполнения работ. Ну и, собственно, уже после этого, возможно, укрепите необходимые элементы. После этого очень важно, чтобы вы отдавали себе отчет, какой именно грунт находится в этом месте для того, чтобы соответствующим образом предусмотреть конструкцию. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Для того, чтобы мы могли определятьquirущие факторы, потенциал, выпечивание почвы и давление ледового, тоже необходимо каким-то возраста для того, чтобы планировать методику. То есть такие исследования являются в ходе разведки мимоверно важными для того, чтобы исключить неприятные сюрпризы. И еще раз подчеркиваю, все эти позыточные работы должны проводиться до того, как вы начнете заглубление морозильных труб. Потому что были проекты, в рамках которых пытались частично спроектировать данную процедуру и уже начать заглубление морозильных труб. И дальше, в общем-то, выяснялось, что все это необходимо останавливать и заново заглублять морозильные трубы, потому что глубина их заглубления оказывалась недостаточной, для того, чтобы обеспечить достаточно надежную защиту и стабильность. Итак, необходимо производить отбор проб, проводить их исследования. Об этом мы поговорили. Далее, таким образом, создаются основополагающие условия для того, чтобы проектировать методику. Итак, давление львовое, опять-таки, исследуется в лабораториях, при этих температурах, которые планируются обеспечивать в ходе заморозки почвы. И таким образом можно создавать модель тех нагрузок, которые будут возникать. Симуляция процедуры позволяет предсказывать искажения и учитывать те условия, которые имеют место, в том числе, будут иметь место при уже заморозке грунта. Термические меры тоже должны доказать, что запланированная структура мазерных труб и температура теплоагента, которую я планирую обеспечить, обеспечит стабильность заморозковых грунтов для того, чтобы обеспечить стабильность как статической, так и термической системы в общей сложности. И здесь, в этот момент, можно еще оптимизировать режим работы в морозильных установках и планировать соответствующие меры, которые обеспечат должную работу системы в целом. Итак, планирование, скажем, в данном случае, прохождение ствола шахты, заморозки, в частности, должно учитывать возможность оттаяния до грунтового цилиндра, необходимо замедлить данный процесс и, по возможным случаям, тимул. Опять-таки, это происходит в ходе стимуляции. Ну и дальше мы тоже это все проверяем. В частности, можно наблюдать, где-то в их вод, какие-то в их воде, может быть, инъекции каким-то прибегнуть, может быть, дополнительно повысить стабильность. И, опять-таки, если обеспечивается температура ниже точки заверзания, то мы увеличим дополнительную стабильность, но при этом нужно, на самом деле, проверить, убедиться, как я уже говорил, что если у нас, скажем, очень высокий процент соли в кротовых водах, может быть, температура будет минус 10 градусов, но даже при минус 10 градусах стабильность больше будет недостаточной. Итак, опять-таки, то, о чем я уже говорил, необходимо убедиться в том, что запланированная глубина заклубления морозильных труб достаточная, потому что бывают ситуации, когда это не так. Необходимо обеспечить также мониторинг работы морозильной установки в целом для того, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию системы. Наконец, я перехожу к мониторингу люкрутового целебра. Опять-таки, данный мониторинг должен быть, значит, еще до прохождения ствола как такового, и все скважины необходимо замерить для того, чтобы мы точно знали, где находятся бразильные трубы, где находятся вот эти докрутовые цилиндры, для того, чтобы мы могли интерпретировать результаты мониторинга, которые вы будете получать в ходе работы. И необходимо также иметь точную информацию о отклонениях, которые произошли в ходе бурения, для того, чтобы, если вдруг что-то пойдет не по плану, мы могли заморозить соответствующий фрагмент грунта дополнительно. Опять-таки, вот это у нас контейнер, морозильный, и здесь у нас все важные замеры запоминаются для того, чтобы снимаются, для того, чтобы планировщик, для того, чтобы консультант мог к этим данным постоянно получать доступ, для того, чтобы компания, которая отвечает за данную методику, могла предпринимать корректировки. Опять-таки, здесь, опять-таки, очень тщательно и необходимо тесты на давление проводить. для того, чтобы избегать. То есть, какие замеры промерутся? Ну, с одной стороны, конечно же, температурные замеры через эти датчики, которые заболеваются. Минимальное количество, это четыре такие измерительные дуги. На самом деле, их может быть гораздо больше, в зависимости от геологических условий, в зависимости от химических условий. И в критических зонах можно увеличить плотность измерительных датчиков. Очень важно, опять-таки, замерять давление воды как во внутреннем, так и во внешнем уровне. И, опять-таки, нужно проверять, чтобы внешний уровень не понимался большая. В этом уровне. И когда происходит разводится откачка воды или когда у нас поступают дополнители водяной массы, мы можем понимать, что... Вы должны понимать, насколько у нас выдерживает система сцена. Опять-таки, необходимо проверять все смещение нашей системы, в том числе километрок, в том числе для того, чтобы учитывать в том числе неожиданные, незапланированные подвижки самой породы. Что касается плотности вибриного цилиндра, то это у нас 10 градусов в центре, это из-за минимума. И центральная температура в льдокрутовом цилиндре тоже должна быть учитываться для того, чтобы мы могли статику рассчитывать. И здесь у нас происходит постоянный мониторинг. Соли осуществляются в соответствии с нашими техническими расчетами. Очень статические расчеты, насколько они действуют в действительности. Копенциальные проблемы. Что может возникать? Если у нас все тщательно спроектировано, если у нас все тщательно разведано, то у нас есть определенный такой феномен образование надрывов в верхнюю зону. И в частности, это может быть условием с аминскими кристаллами, которые в этом случае тоже необходимо корректировать. через минуту я уже перейду к подведению итогов. Итак, здесь у нас все очень тщательно должно быть. Доди 100 метров в бельна. И, конечно, необходимо лобоатомное исследование проводить для того, чтобы обеспечить высокую точность планирования и реализации. Необходимо термические исследования проводить, статические исследования. И, конечно, лобоатомное исследование должен подвергаться постоянному мониторингу, причем достаточно широкому по количеству параметров. Концепции необходимо определять тщательно в преддверии начала работ, определять риски, риски и действия в случае реализации технических сценариев риска. Я благодарю вас за внимание и хочу сказать, что с моей точки зрения методика с заморозкой является единственной достаточно безопасной методикой для прохождения достаточно глубоких шахтных столов в нестабильных группах. Большое спасибо. Большое спасибо за ваш доклад, который бы очень систематично выступал.